Всем привет, ребята, с вами Реверс, продолжаем играть в Ведьмака. И давайте узнаем, что же это за третье желание, которое хочет Ольгерт, чтобы мы его выполнили. Поехали. Ну давай, не задерживай. Теперь ты готов меня выслушать? Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов. Я слушаю. Хорошо. Иди к своему хозяину и скажи ему следующее. Его требование задело меня заживое, поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимства. И я не стану потакать хамскому поведению. Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит. Так что скачи, что есть в духу, и предупреди о моем прибытии. Понял? Да, понял. Отпустите его и отдайте ему коня. Пойдем, Ведьмак. Выйдем наружу и поговорим. Афирцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом, чтобы боги были свидетелями. А что там с этой бочкой? Мы тут по дороге задержались погостить на постоялом дворе на землях некоего лорда Безмятежного. Развлекались мы шумно, на то и Корчма. Безмятежному это не понравилось. Он прислал человека сказать нам, что если мы еще раз объявимся, нас повесят. Ты сжег Корчму дотла? Но я оставил Корчмарю солидную компенсацию. Только этот крысюк не стал упоминать о деньгах при своем господине. Но это не важно. Достаточно, что кто-то назвал меня шелудевым псом и пригрозил смертью. Это была одна из тех угроз, которые звучат как приглашение. Так что я определенно еще вернусь в те края. Ты, наверное, нажил себе много врагов. Пусть не сегодня и не завтра, но в конце концов кто-нибудь найдет способ до тебя добраться. Это должно меня волновать. Я не чувствую ни страха, ни сожаления. Ученые из Аксимфурта считают, что богов нет. А после смерти есть только пустота. Я давно познал эту пустоту. Смерть ничем меня не удивит. Я выполнил два твоих желания. Пришло время третьего. Ты самонадеянный, да? Гордый, бесстрашный, уверенный в своих силах. Третье желание. Будь любезен. Мутация лишила тебя чувств. Скажи, ты любил когда-нибудь? Ну так, чтоб на самом деле. Я не в настроении болтать. Я должен до тебя что-то сделать, так скажи что. Настоящий профессионал, да? Я думаю, что ты только изображаешь холодного убийцу. А на самом деле, как я, ищешь новых ощущений. Хочешь себе доказать, что можешь еще что-то почувствовать? Что осталась тебе талика человеческого? Я бы тоже был хорошим ведьмаком. Только видишь ли, я не знаю пути в Каэр Морхен. И медальона мне не получить. Хватит молоть языком. Я все еще жду третьего желания. Какой же ты упрямый. Ну что ж, изволь. Была у меня когда-то жена. В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую ротку. Принеси мне этот цветок. Я хочу вспомнить, как он выглядел. Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах. Ты хотел желания. Вот оно. Исполняй. Я отправлюсь навестить безмятежного. А здесь оставлю одного из своих людей. Он поможет найти меня. Разумеется, если тебе повезет. Скажи хотя бы, где мне искать твою жену? В моем старом доме. На восток от имения Мартина Листа. Я не стану желать тебе удачи, сам понимаешь. Прощай, Гера. Ну да, ему не выгодно, чтобы мы выполнили желание. А нам выгодно, чтобы мы выполнили. Отправься в резиденцию фон Эвериков. Ну погнали. Давайте еще посмотрим, какие у нас задания есть дополнительные. Охота за сокровищами. Так, найти затопленный корабль. Используй ведьмачье чутье. Найти шпионский тайник. Используй ведьмачье чутье. В принципе, можно будет это повыполнять потом. Доп-задачи нет никаких. Ну, только охота за сокровищами нам осталась. Ведьмачьих заказов тоже нет, к сожалению. Ну что ж, идем. А вот граница поместья фон Эвериков. И нужно найти нам вход сюда. Тропинку мы нашли. Где же вход? И мы здесь были, кстати, уже. Мы уже видели это поместье. Слышишь меня? Держи. Что такое? Каймир! Каймир! Ты там? Тише. О! Боги! Ну ты меня! Тише говорю. Этот туман ненастоящий. Может быть, в нем что-то прячется. Туманники, обманники. Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? Это туманники? Милителли. Великая мать! Надо же мне было! Кто такой этот самый Каймир? Я... Мы напарники. Заходим в брошенные дома. Всегда что-нибудь ценное найдется. Ага, так ты вор. Воры у живых крадут. А мертвым какой вред? Каймир пошел дверь открывать. Я встал на стреме. Вдруг слышу. Лампа разбилась. И тишина. Зову его, но... Ну, ё-моё. Что? Что это было? Это туманник той, что ли? Нет. Фух. Просто камень с души. Я пойду узнаю, что там и где твой напарник. А ты? А я лучше свалю отсюда, по-добру, по-здорова. Отличное решение. Бросить друга своему. Зоверное это имение. И как я найду эту розу в таком тумане? Свежий навоз. Кто-то убирается здесь. Вода ледяная. Будто била из горного ключа. Потертая. Кто-то тут часто сидел. Могила здесь. Что ты делаешь в этом месте? Лучше исчезни, пока что-нибудь не случилось. Жаль, что ты не умеешь говорить. Скорее всего, кто-то заколдован на это. Ульи. Ухоженные, но все до одного вымершие. Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами. Но здесь нет фиолетовой розы. Дерево уже успело сгнить. Ни следа фиолетовой розы. Может, где-нибудь на задворках? Так, ну, пойдем дальше отыскивать. Что-то могила, да? Разбитая лампа и истоптанная земля. Отсюда что-то тащили. Тело? В ту сторону тащили раненого человека. Следы подкованных сапог ведут из дальней части сада. Линял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Отмычка. Она должна быть принадлежала второму вору. Но явно, что эти животные это кто-то превращен в них. Это, скорее всего, даже одно и то же. Потому что тот же цвет, те же глаза. Можно зайти? Водилы. 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 В гробе. Одна рядом с другой, словно грядки. Эй! Ты меня слышишь? Еще один вор изуродован. Ты кто? Какой-то франкенштейн. Ведь сшитый. Пустец. Зараза. Ё-моё. Кто-то такой? Так. Смотрим, кто-то такой. Скорее всего, это призрак. Что-то мне так кажется. Ладно. Ё-моё. Да, твою мать, не увернулся. Не в ту сторону немножко. Он хилится. Твою мать. Он ими хилится. Да. Сука. Да ну нахрен, а. И что делать с ним? Я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Где там наша черная кровь? Отличная черная кровь. Отличная. Пошла, жара. Не получилось. Нет, так не проканает. Надо, чтобы он нас вообще не трогал. Если у нас будет хоть раз ударять, то это все, это ГГВП. Да, так не работает. Да, сука. Это какой-то трындец. Опять захилился. Опять захилился. Твоя тварь. Ну хрен знает призрак, не призрак. Но мы будем против призрака использовать. Так, давай, давай, давай. Э, попал. Давай. Захилился. Опять захилился, тварь. Опять захилился, тварь. Опять захилился. Опять захилился. Опять. Захилился. Да, тварь, а ну как тебе победить-то, сука? Опять захилился, да ты гонишь что ли? Ну давай щит постоянно будем ставить. Да блять, это ж шутки какие-то или чё, я понять не могу. Давай. На фулл просто хилиться, да это... Три, ну давай, отлично. Захилился опять. Ну допустим прощается тебе такая же тема. Да блять. Я пока дойду, он уже... Да. Разочек ударе только по нему удалось. Три, давай, четыре, пять, шесть, семь. Ну давай. Отошёл вроде. Захилился опять. Ну ничего страшного. Стоять. Может ты магическая тварь? Хрен тебя знает кто ты такой. Аааа, духа в свой призвал. Давай, давай, давай. Не дай ему захилиться. Аааа, сука. Всё вроде расселось, да? Нет, ещё есть один. Это пиздец, блядь. Блять, просто на фулл. Ну давай. Почему такой маленький урон тут у тебя проходит? Блять. Блять, просто на фулл. Блять, просто на фулл уб relative. Всё. 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 Ясно. 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 Захилился, зараза. Захилился, зараза. Захилился, зараза. Захилился, зараза. Захилился. ну что бомбу какой-нибудь на тебя вот сон есть не не горишь сейчас опять дотяну опять он призовет своих этих тварюк на рановато я тоже равноват давай 3 и и все это финиш твою мать а ты нахрен такой вообще даже удано с тебя ничего черт что же это было-то ни глаз ни ноздрей органы деформированы зараза она никак не могла быть живым еще и код между прочим философы все еще спорят о понятии жизни в другой ситуации я был бы потрясен но только не после этого зрелища кто вы определенно мы не звери считай нас друзьями семьи зачем вам понадобилось перекидываться зверями поговорили бы со мной сразу нельзя мы обязаны соблюдать дистанцию тогда зачем вы сейчас со мной говорите зачем нам редко случается поговорить с человеком и мы хотим знать почему ты здесь чуть поконкретнее если можно чуть позже а что вы скажете об этом существе это ваш друг мы называли его ключником он не похож ни на одно из известных мне существ откуда он здесь взялся очень издалека он охранял дома госпожу ирис следил за садом занимался незваными гостями очень издалека это откуда название этого места тебе ничего не скажет вы знаете того кому принадлежит это место ольгерда фон эврика знаю когда он ушел он оставил имение своей жене замечательно госпожа фон эврика дома вы можете доложить ей моем визите чего ты от нее хочешь я пришел за фиолетовой розой которую ольгер подарил ирис перед отъездом ирис внутри в спальне наверху возьми его ключ он от задних дверей дома в таком случае я пойду поздороваюсь ключник оказался реликтом против него масло против реликтов дешево раньше то были как прикажете к вам обращаться также как и сейчас мы держим свои имена при себе как же здесь темно духи эти призраки да такой трындец еще один выход туда мы добраться не можем сожалению туда тоже мы не заберемся с карта с картиной что-то не не то творится да внимательнее надо быть это что было подожди-ка по ходу мы седло выбили какое-то у нас лучше вообще ничего нету вот сундучок еще людей она на одежда та же самая я Все чистое, стол сервирован. Похоже, этот ключник постоянно накрывал на стол. Да, уж ключник это жесть. Нет, туда мы не заберемся таким образом. Страшный пипец. Рожа это его. Пятка вместо лица. Кто-то пытается меня остановить. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Захилимся сразу. Секундочку медить днем. Следы пожара. Интересно. Тут ничего нет. Нет, все равно ничего не видно. Ясно. Ясно. Где там наше зелье против призраков? Его выпьем. Затем суккуба. Ну и катакана. Ну и еще и маслица против призраков. И квен. И пошла жара. Ладушки. Так, Даник Вен. Сука, она хилится. Какой-то полувампир. Черная кровь. И захилилась она полностью в картине в этой. Серьезно? Нет, ловушки и покер вообще. А, ее просто ударить надо было. Эту херню, чтобы я туда не засасывал и все. Так, что я хилит? Из. Далу хоть с ней что-нибудь лутонуть. Подожди. Это что было? Ну вот же спальня. Где роза-то? Спальня. Здесь должна была быть ирис. Это должна быть она. Зараза. Ты хотел ее увидеть? Вот она. Нужно тщательно подбирать слова для своих желаний. Меньше разочарования будет. Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? А почему никто ее не похоронил? Мы не можем. А ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше. Он и сейчас исполняет приказ. Отчего она умерла? Я не вижу ни ран, ни следов борьбы. Сердце разорвалось. Ты имеешь в виду инфаркт? Нет. Просто разорвалось. В это трудно поверить. Но именно так все и было. Однажды ирис закрыла парадные двери на ключ, легла здесь и умерла от тоски и одиночества. Чем дальше влез, тем я больше удивляюсь. Почему вы вообще мне помогаете? Нас призвали служить, Ирис фон Эверик. Наша госпожа умерла, но это не освободило нас от службы. Понимаю. Вы хотите покинуть это место и эти тела. Ты удивлен? Нет, вовсе нет. Ее дух не упокоен. Он в ярости. Почему? Госпожа фон Эверик пережила много бед. Она от выклад гостей и не любит людей. Она не слышит нас. Выходит, я должен поговорить с духом, Ирис. До нашей хозяйки нелегко достучаться. Ее переполняет злость и горечь. Есть один способ. Не нужно похоронить тело, Ирис. Но кладбище Ключника место неподходящее. Там слишком много крови и страха. Она часто бывала в саду перед домом. Тогда может там. Погоди. Возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Хорошая собачка. Мы идти подходящее место для Ирис. Так, главные двери. Это вот эти, наверное, да? Думаю, она любила здесь сидеть. Но это не лучшее место для могилы. Слишком близко к дому. Надо искать дальше. Ирис Хон Эверик любила цветы. Но вряд ли она захотела бы их уничтожить. Понятно. Ну, значит, остается вот это место. Вот это место, пожалуй, подойдет. Да. Она любила здесь рисовать. У госпожи Фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто ее не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Я не знал Ирис Хон Эверик, но видел на ее картинах, что она и Ольгерт были любящей парой. Когда-то она была счастлива. Иногда судьба запутывает наши тропинки, и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Твое имя написано на этом альбоме. Может быть, ты хотела бы, чтобы его похоронили вместе с тобой? Вы двое. Скажите хозяйке что-нибудь на прощание. Мы не разбираемся в людских литвовах. Мы верим, что ты сделал все согласно вашим обычаям. Останки погребены. Попробуем ее вызвать. Дух неупокоенный, я сложил твои кости. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви свое обличие. Красотка. Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чем... чтобы у тебя было до сих пор. Отлично. Продолжение следует... 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 когда придет ненастье нас будет греть нам ноги а кот играть клубком шерсти у камена как ты думаешь ну там никого нет ты меня вообще слушаешь прости дорогая я зачитался такая интересная книга да очень знаешь пойдем лучше внутрь зачем тут так хорошо сидеть птицы поют пчелы жужжат идиллия прости любимая мне нехорошо я пойду в дом а ты будь осторожна и и и и и что это тоже воспоминание нет как это херобура ползет нет кошмар воплощенный страх с которым тебе однажды придется сразиться не по-моему чего не помогает еще одно воспоминание чашка точно как в руке кольки свадебная фата остатки праздничных украшений это наверно не то ну рюмка наверное че счет будто здесь и было твое здоровье жена и твое муж в моих краях новобрачных принято встречать хлебом солью но пока что мы одни кроме тебя мне никто не нужен я бы хотела чтобы эта минута длилась вечно я подумаю как это устроить пойдем я покажу тебе дом хорошо только я знаю что это глупо но он так долго стоял пустым а я а ты боишься пауков я же знаю я собрал их всех и выбросился мы ты позаботился обо всем но пауков мы уже били только что опять что ли с ними сражаться паука босс какой-то черт поверьте ну вы бы подняли так стой 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 у нас успехи ломаются надо все это дело чинить пауков паук пауков Снова сон о прошлом Наверное, тоже неполный Торжественный обед Они хотели угодить гостям Серебряная нить, жемчуг Эта кукла должна была стоить целое состояние Так, подождите-ка Жена Ольги одолюбила цветы Судя по орнаменту, это могла быть и ее расческа И почти такой же, как сцена на картине Кастедровелла, вино из тусента Дорогое Ничего не хватает кому Кувшин на землю поставить надо Да? А, свечи зажечь Раз, два Третья не горела Или горела Еще свечи Все Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то, рассеянная Да нет, все в порядке Расскажи лучше, как вы Я так рада вас всех снова видеть Только что же бабушка с дедушкой не приехали Дорога дальняя, ухабистая Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещи Ирис Любимую расческу Детскую куклу А это... Это тебе Векселя? Мы выплатили все твои долги Чтобы на семье позора не было Как мило, что мама и папа обо мне помнят Ольгерт Ну вот, видишь, какой он А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы Мужелан и голодранец Который якшается с головорезами Ты не боишься жить под одной крышей с этим отрепьем? Черт! Кошмар в виде Ольгерда Значит, пойдем за ним Нравится мне это место Да кому бы она понравилась-то, ее мое Супружеская спальня Полотенце испачканы кровью Следы крови Кто-то сперва мыл здесь руки, а потом вытер их об это полотенце Да, не замыслал этой головоломочке Который... Который час? Поздно Спи Ты опять сидел всю ночь в кабинете Что у тебя с руками? Ничего Немного испачкался Это кровь? Ты порезался? Это чернила, я писал письма Знаешь, я скоро собираюсь в Оксимфурд Может, поедем вместе? Ой, замечательная мысль Поездка пойдет нам на пользу обоим Значит, решено Давай ляжем спать, я устал Теперь я уже точно не усну, это исключено Пойдем, я закончу твой портрет Наркоманы Почему его посреди ночи не порисовать? Ну, раньше все присвещают жили В таком полумраке Замки не освещались толком А вот смотрите, какие окна были малюсенькие И это просто трыдец Снова стертое воспоминание Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картиной По-прежнему что-то не так Бокал, получается, справа должен быть? Наверное, нужно... Здесь? Значит, слева Может так Может с этой стороны? По-прежнему что-то не так А-а-а, понятно Наверное, нужно... По-прежнему что-то не так Так, сейчас еще, ладно тогда Виноградик Свежие Будто кто-то только что обрызгал их водой Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картиной Да, да Кажется, подходит Попробуем Это сюда Наконец-то Все как на картине Улыбнись чуть шире Вот так? Я прошу улыбку, а не оскал Нет, не то Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу Пожалуйста Ничего не выйдет Кабинет Ольгерда Ну пойдем Не любишь серебро? Это лаборатория мастера фон Эверика Здесь он изучал магическое искусство Интограмма, чтобы удержать призванное существо Линии стерты Нужен мел, чтобы их поправить Потом расставить свечи Свечи с крыльевого воска Или о чуждых сущностях Мел Зимой усадьба была действительно мрачной Да на, и летом-то не особо Черная магия Этого должно хватить Теперь свечи А если вот так? Ничего не выходит Тогда, может, так? Вернись Мы должны поговорить Оставь меня Я хочу побыть один Не в этот раз Вернись сейчас же Оставь меня в покое Я просто хочу поработать спокойно Вернись 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 похоже он сам себе бессмертие это сделал они угрюм такие еще чары мне использовать я перепробовал все я хочу разорвать наш договор явись черт огонь все сюда ушите пожар этого я не ожидала да как через дымоход через окно да ну вот же дверь ну что за наркомания куда идти там два входа всего лишь так Так, где балкон? Вот эта дверь, вот эта вот, сюда надо идти, походу. Закрыто, закрыто, сука. А, во, ясно. В картину лезем. В зимние вечера. Сколько же картин-то у нее? Ага, самое сердце снежной бури. Мне надо спрятаться внутри. Сейчас спрячемся внутри и, скорее всего, будем закругляться на этом. Еще бы было хоть что-нибудь видно. Ольгер не впустил их внутрь, они замерзли. Так, и сдохнуть можно. Куда идти-то? А, вон, вижу. Бежим, 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 бежим. Где-то здесь-то было. Вот сюда. Все. А на этом мы завершаем сегодняшнюю серию. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте рассказать про это видео друзьям. Всем счастливо. Всем пока.